ребят привет в этом видео я вам расскажу о комбо устройстве ibox icon wi-fi сигнатуры вот так вот он выглядит это видеорегистратор и радар-детектор на патч-антенне он имеет магнитное крепление присоска плюс его в том что в салоне вы когда едете можете его разворачивать куда угодно то есть вот здесь вот немножко так надо расслабить и вот допустим вот он снимает перед там раз можете повернуть там к двери если там к вам кто-то подошел либо в салон развернуть без проблем у него магнитное крепление и питание проходное то есть на самом магнитном крепление здесь есть вот такой вот разъем сюда поткнули и все и он у нас висит это очень удобно а вы подошли вставили все питание пошло надо убрали вот здесь магниты здесь здесь и здесь есть магниты здесь соответственно магнита есть но вы его не поставите неправильно то есть он просто не магнитит он ставится только в одно положение вот он подключается сейчас включится и я вам расскажу о нем очень подробно я его изучил полностью всю менюшку протестировал погонял даже связался со службой поддержки спрашивал как его настроить про диапазон к почему не только много ложных срабатываний мне поддержка сказала что диапазон к надо отключить чтобы ложных срабатываний не было но вы сами понимаете к чему это ведет ведет тому что арена вы уже не будете ловить но да ладно арен арены это зависимость от региона где-то их много где-то их мало у нас одна арена на столбе висит и все больше нигде нет треноги не встречаются давайте по порядку что мне здесь еще понравилось и не понравилось по порядку так значит разъем разъем здесь нестандартный если вдруг у вас вот допустим вот этот разъем такой разъем ставится на многих радар детекторах я даже перечислять не буду на большинство он такой толще а вот на и боксе он вот такой вот тоненький он тоньше видите да и соответственно если у вас уже проводка проложена от другого рода детектора здесь необходимо будет прокладывать именно вот этот но я не говорю что это какая-то проблема это вообще не проблема это просто то с чем вы столкнетесь если у вас другой рода детектор так смотрите вот так вот он выглядит при когда вы включаете полискан встречается ложный срабатывание здесь в студии когда я включаю также и сервер стоун сочи про не будем обращать внимание на полискан я вам хотел показать то что сейчас вы видите скорость 0 километров в час пишет вот откуда он знает мою скорость я вот этого не понимаю сейчас даже спутники не найдены чтобы говорить о моей скорости когда найдены спутники там будет значочек спутники найдены ну ладно вот идет запись дальше что мы здесь увидим мы видим авто автоматическая яркость дисплея но она нифига не регулируется на самом деле не знаю почему я когда задал вопрос ай боксу говорю почему не регулируется не говорят пришлите мне версию прошивки я версию прошивки прислал они мне так и не ответили ладно сейчас увидели что каждый 20 секунд пишет запись остановлена это своего рода какой-то глюк но я понял почему так и в этом видео я вам расскажу покажу почему пишет запись остановлена я надеюсь вот это видео посмотрит компания и бокс сделать выводы выпустит новую прошивку здесь прошивка кстати уже старая по моему середина 21 года достаточно старая прошивка и ничего не обновлялась вот в данном устройстве есть вай-фай то есть можно по вай-фаю обновить прошивку обновить базу камер это очень удобно но у меня сложились проблемы небольшие такого рода что я вроде обновил там все равно горела единичка типа еще начат обновить я еще раз нажимаю обновлять он у меня обновился а база камер вернулась на шесть месяцев назад я еще раз обновил все нормально стало то есть есть небольшие такие неувязочки но это мелочи мелочи по сравнению с тем что я вам сейчас покажу давайте переходим к обзору единственная вот с чего бы мне хотелось начать видео это вот эти вот фильтр и к сигнатур это разработка и бокса они вот внедрили такую фишку и вот этим хвалятся что вот у них есть у других нет нельзя чувствительность применять на каждый город тихий город трасса по факту это все фейковые настройки и их сделать для того чтобы человек который не разбирается в устройствах посмотрит вот тут много настроек можно так и так регулировать я вам сейчас покажу что эти настройки на самом деле бесполезные по поводу ложных срабатываний я оставил фильтр и к сигнатур 0 это значит что максимальная чувствительность у него ложных срабатываний было всего 21 раз на скаты и еще один на какой-то радар но это вообще мелочь то есть ложных срабатываний действительно нету но в связи с этим у него и чувствительность на радары не очень хорошие не знаю ребят можно ли считать плюсом но здесь на весь экран пишет скорость когда нет оповещения о радарах это это хорошо с той точки зрения что компания и бокс все таки позаботилась экран большой значит можно сделать большие цифры на весь экран сейчас вы видите видео пример видео показы допустим в другом радар детекторе в комбике от silverstone а там не на весь экран там он пишется маленькие цифры кихать экран большой а вот какие здесь еще плюсы минусы давайте сейчас по ходу видео разберемся посмотрите я вам все к покажу на конкретных примерах начну пожалуй с момента почему мне не получилось их тестировать с двумя радар детекторами хотя есть люди к в ютюбе которые утверждают что с двумя радар детекторами можно тестировать но это не только я есть и другие люди когда я тестирую два разных радар детектора я проверяю их на совместимость а вот здесь сейчас посмотрите видео получилось так что я поехал с двумя радар детекторами комбик взял и неолайн 5100 и я еду на радар крис и у меня 5100 молчит не лоид крис а вот этот лоид крис потому что он включен очень сильно фонит пример видео доказательства что он фонит посмотрите сейчас но это не не недостаток этого комбо устройства то что фонит просто он так работает у вас телефон фонит микроволновка фонит все вокруг фонит но просто данный фон вот от этого комбо устройство он очень большую радиацию делает для другого радар детектор который мало шумный и он просто забивает весь его входной радиотракт и он не может ничего увидеть несмотря на то что у нас радарная часть выключена ниже скорости она все равно работает изучает радиотракт ведь у нас неолайн фиксирует у нас сейчас находится неолайн turbo если я сейчас также отключу его отключу питание у нас радарная часть здесь выключается он полностью выключается у нас неолайн перестал фиксировать детекцию перестал детектировать так что будьте внимательны и вот именно вот с этим айкон вай фай сигнатуры нельзя использовать другие рода детектора он очень сильно фонит его видит так вот сейчас мы с вами поедем на скат в режиме город и вот здесь вот компания и бокс сделала значит то что можно сделать включить смарт-режим который будет переключаться зависимости от скорости по режимам то есть вот здесь вот если мы поставим smart то он будет переключаться здесь в зависимости от скорости там в меню вы можете выбрать в зависимости от какой скорости он будет переключаться вот смарт-настройки здесь вы выбираете при какой скорости будет переключаться на режим допустим город я сейчас сброшу его настройки по умолчанию и покажу вам настройки по поводу смарт-режима там где тихий город трасса покажу как завода стоят настройки и их прокомментирую вот я сбросил настройки сейчас захожу в smart настройки здесь у нас можно выбрать что вот смотрите то есть по умолчанию он отключает радарную часть ниже 40 километров в час дальше он идет у нас smart тихий город 60 км в час потом smart трасса smart turbo и здесь можно выбрать gps точки будут автоматически определяться и вручную можно поставить то есть зависимости от скорости либо вручную вот у нас значит здесь есть тихий город трасса и turbo хотя я когда тестировал был город не знаю куда он сейчас пропал этот город давайте сейчас я сюда зайду вот здесь вот смотрите есть город есть трасса есть тихий город почему там нету города как он будет переключаться в режим город если там нельзя настроить наверняка это бак я вот только сейчас это обратил внимание так вот смотрите по умолчанию здесь стоит фильтр x-сигнатур трасса 2 город 3 тихий город 4 ладно допустим я обычный человек который не разбираюсь в радар детекторах купил данное комбо устройство и поехал по городу там где у меня камера на 40 камера на 40 то есть если скорость больше 60 мне придет штраф и вот смотрите я еду со скоростью скажем так 62 километров в час свыше и он у меня тогда получается переходит в режим тихий город да да потому что если свыше восьмидесяти он переходит в трасса а если свыше 110 он туда переходит в режим turbo что здесь получается то есть у меня переходит в тихий город со скоростью свыше 60 допустим еду там 65 вот что у нас в тихим в тихом городе какой фильтр x-сигнатур давайте посмотрим тихом городе фильтр x-сигнатур 4 что это значит это значит что чувствительность снижена на 40 процентов то есть если скат у нас работает бывает одно две три деления вот на нем когда я подъезжаю к нему начинает срабатывать то при чувствительности 4 он сработает только в упор либо вообще может не сработать давайте я вам сейчас покажу видео когда я поехал на скат и детекция была по-моему никакая извиняюсь за то что я так долго подходил к этому моменту я просто хочу до вас донести что не стоит внедрять вот эти фильтр x-сигнатур есть другие радар детекторы где тоже есть такая функция а есть радар детектор где нет такой функции сразу завод изготовитель позаботился о том что не надо вам вот это уменьшать чувствительность она завода уже настроен так чтобы детектировать правильно вот если есть ложные сигналы на какие-то радары то это завод изготовитель производитель должен делать так чтобы ложных срабатывания вот и все это уже их не проблем едем на скат режим город 40 где скат ската не было а он рабочий убедились что не было сработки там действительно была вот эта четверка сейчас поедем на скат на этот же скат где чувствительность я поставил ноль фитер x-сигнатур на 0 во всех будет по нулям то есть чувствительность будет максимально и посмотрим как будет сработка с какого расстояния по моему с работы с расстояния 120 130 метров смотрим это видео сейчас мы едем на скат включенным к диапазонам он сейчас вам покажу что такое как же этот заставка бесит меня смотрите-ка диапазон видите включен потом посмотрим сейчас будет ли заранее скат ловить или нет но по идее с включенным к диапазонам будет больше ложных сигналов на диапазон к вот он примерно на перекрестке начал ловить у нас и сейчас примерно так же ловит и за 120 метров то есть преимущество это никакого не дает когда у нас к диапазон включен но зато у нас ложное срабатывание появляется положено срабатывание у нас могут появляться на датчике мертвых зон то есть есть такие сигнал который не знает радар-детектор не понимаешь что это датчик мертвых зонт и соответственно радар-детектор нас и об них оповещает скат многофункциональный комплекс камера в спину ограничение 40 вот едем с включенным к диапазоном у нас видите сначала сигнал к увидел диапазон к но скат еще не обнаружил а потом только скат обнаруживает и опять же только по проезду хотелось бы конечно это данное комбо устройство сравнить с комбиком от неолайн 9200 си но у меня его нету сейчас на руках есть у меня 9100 x это рупорный радар-детектор который ловит точно так же как на патч-антене от неолайн 9200 си и я вам сейчас хочу на примере рупорного радар-детектор показать как он ловит сейчас мы заедем на этот же скат только с комбиком вот неолайн правда он рупорный но все равно посмотрим детекцию вот видите как заранее поймал скат вдали от перекрестка вообще прям очень далеко вот вам вся разница сейчас мы поедем на кордон в спину это комбинированный такой заезд получился в начале видео вы увидите о том что идет долгая задержка о том что необходимо снижать скорость потом мы поедем на кордон в спину следующий заезд опять будет на кордон в спину попытка номер два там будет а кордон в спину за 80 метров 2 деле не сработает а кордон оповещение кордон не будет очень странно то есть на некоторые радары говорит на некоторых не говорит когда-то говорит один тоже когда-то не говорит это очень странно видео прокомментирую смотрим ребят сейчас поедем на кордон в спину посмотрим как ловит кордон спину так фильтрик сигнатур у меня стоит по нулям это максимальная чувствительность я хочу вам продемонстрировать максимально чувствительность на которую способен перед камерой кордон у нас будет сейчас платон на примере платона посмотрите как быстро оповещают о том что необходимо скинуть скорость что-то с запозданием он сказал снижайте скорость снижайте скорость а а а и 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 Кордон. Камера в спину. Ограничение 60. Камера в спину. Кордон задетектировал по проезду. На обратном пути я поеду, покажу вам, с какой дальности он возьмет в лоб. Едем на кордон в спину. Кордон. Камера в спину. Ограничение 60. На тот самый кордон, который показывал вам сейчас, который плохо поймал. День следующий. Посмотрим, как сегодня он его поймает. Заметьте, сейчас увидит кордон по радарной части, но словом, кордон не оповестит. Жалко. Почему не проговаривает кордон? А сейчас мы заедем на этот же кордон в лоб. И расскажу небольшие шутки про чувствительность диапазона К. Ну, без юмора никак. Немножко охота поднять его настроение. Смотрим. Представим ситуацию. Вы новичок. Купили данный комбик по рекомендации известного блогера на YouTube. И смотрите, нифига себе, автоорган берет с такого дальнего расстояния, я приближаюсь к нему и действительно сигнал-то увеличивается. Но, на самом деле, в данном комбоустройстве диапазонка лучше отключить, потому что он постоянно будет вас вот так вот оповещать ложными срабатываниями. Кстати, тот самый известный видеоблогер, который порекомендовал вам купить данное комбоустройство iBox, даже и не знает, что чувствительность на К-диапазон совсем здесь не регулируется. Данный диапазон здесь можно либо выключить, либо включить. А чуйка здесь регулируется на радары, которые имеют сигнатуры. Сейчас мы едем на радар «Кордон в лоб». Тот самый «Кордон», который мы недавно ехали в спину. Обычно у меня вот с этого места уже начинает ловить «Кордон», который, «Радар-детектор», который нормальный, который... Не буду вам говорить какой, но вы должны понимать, что вот мы уже сколько проехали, но «Кордона» еще нет. Ждем, когда он появится. «Кордон» ограничение 60. Вот только сейчас мы его поймали, но почему-то он не произносится голосом, что нашелся «Кордон». Звучит такой же сигнал диапазона К. Слово «Кордон» я не слышал. Кажется, я догадываюсь, почему не было слова «Кордон». Потому что уже было оповещение в «К» диапазоне звуковым сигналом. Но, скорее всего, это баг в прошивке, недоработка. Потому что, когда я заезжаю на «Крис», «Крис» мощный из-за угла, он сразу говорит слово «Крис». Либо в другом ролике я вам показывал или покажу, заезжал на «Кордон», он говорит «Кордон». То есть, у него в базе есть слово «Кордон». Но тут получилось так, что «Кордон» появился, когда был сигнал «К». Вот. И дальше еще очень интересная особенность такая есть. Вот сейчас мы уже проехали «Кордон» в спину. И мы будем проезжать его дальше. Проедем метров 500. И он все равно будет нам писать, как будто мы ловим «Кордон». Да, кстати, я вам сейчас покажу чувствительность, какая стоит здесь. Хотя и так видно, кто соображает. По нулям. Мы уже далеко отъехали от «Кордона», который стрелял нам в лоб. И все равно продолжает детектировать «Кордон». На самом деле, здесь нет никого «Кордона». И, скорее всего, это тоже баг прошивки. Почему баг? Потому что здесь тупо есть сигнал в диапазоне «К». А так как не было промежутка, когда бы его не было, здесь сигнал не «Кордона», то он остался оповещать нам, что это «Кордон». На самом деле, там надпись «Кордон» должна измениться на «К». То есть, «К диапазон». Но этого не произошло. То есть, на самом деле, он сейчас детектирует не «Кордон», а диапазон «К». Едем дальше. И вот. И вот только в этом месте у нас пропали нужные срабатывания «К» диапазона. Странно, конечно, очень работает. Никакой фильтрации постоянного «К». Все, что видит на частоте до 4 ГГц, и об этом говорит. Не очень, конечно, красиво. Сейчас вы слышите детекцию сигнала диапазона «К». Данное комбоустройство не умеет детектировать постоянный «К». То есть, если бы он умел бы фильтровать этот диапазон «К» либо постоянный «К», то вот этого детекции не было бы слышно о постоянном пеликоне. И вот это пеликоне будет 50% времени вас сопровождать. И чтобы этого не было, необходимо отключить детекцию сигнала на диапазон «К». Но если вы его отключите, то тогда вы не сможете поймать сигнал от арены. А это как бы арены могут вставить как и мобильные, так и стационарные. Так что решайте сами, надо вам это или нет. Что касается фильтрации датчиков мертвых зон автомобилей. Фильтрация есть, я проверял на многих автомобилях. Да, даже вот сейчас передо мной едет автомобиль, но это сигнал от датчика мертвых зон идёт не от него. Потому что вот сейчас, видите, сигнала нету, хотя мы едем за достаточно современным автомобилем. Когда я его обгонял грузовик, у него загорались на зеркалах светодиоды. Я это видел, когда я обгонял его и другие автомобили обгонял. Так что с фильтрацией ДМЗ у него всё отлично. Ну, не совсем, потому что за тестирование данного комбоустройства я слышал два раза ложный скат и один раз ложный кретчат. У данного груза каунта там загорается датчик мертвых зон, я вижу в зеркале. Наш комбо на это не реагирует. Соответственно, у комбо есть фильтр Z-сигнатур. Ну, Z-сигнатур это называется у неолайн такая фишка. То есть комбо-устройство отфильтровывает вот этот вот сигнал от датчика мертвой зон. Это хорошо. Сейчас впереди нас ждёт камера арена. Посмотрим, на каком расстоянии он её задетектирует. И потом заедем на кордон. Ну, в данном моменте непонятно, то ли он реагирует на арену, то ли здесь просто у нас сигнал, точнее не сигнал, а диапазонка. Да, действительно, это было ложное срабатывание. Никакое-то непостоянное. То есть это не сигнал от арены. Едем дальше, смотрим. Давайте подальше отпустим грузовика, чтобы он нам не загораживал сигнал. Ну, арена ловит, как вы видите. Но сейчас, когда мы приедем в эту арену, мы всё равно будем ловить диапазон К, но непонятно, от чего мы будем. А то ли впереди ещё арена, то ли это ложное срабатывание. Вот видите, опять как будто бы арена. Да ещё каждый раз тормозить приходится, что ли? Я обратился в службу поддержки, спросил, что делать по под детекцией арены. Мне сказали, что диапазон К надо выключить, чтобы не было вот этих ложных срабатываний постоянных. И, соответственно, я вам тоже сам рекомендую сделать. Я бы это и без них сделал бы рекомендацию. Потому что, ну, на самом деле невозможно ездить, когда постоянно будет пищать. Давайте сейчас проедем на SCAT 2022 года выпуска. Просто вам хочу показать, что данное комбоустройство не знает данный радар по сигнатуре. А другой радар-детектор знает. Сейчас мы едем на SCAT 2022 года выпуска. Это новая сигнатура. И посмотрим, сможет ли комбоустройство увидеть его по сигнатуре. В комбике включен чисто сигнатурный режим. Диапазон К отключен. SCAT ограничений 60. До SCAT осталось 100 метров. Вдалеке я вижу, что SCAT рабочий работает. Инфокрасная подсветка. Я решил становиться перед ним и включить другой радар-детектор. И посмотреть, будет ли детекция. Посмотрим, что здесь у нас будет. Вот видите, SCAT ловит. А iBox не ловит. Вот я сейчас подключаю iBox. Посмотрим, загрузится будет ловить или не будет. 9 делений. GPS система активна. Видите, не ловит. Едем дальше. Так, в парадарной части у нас все. Нам он показывает скорость 0 км в час. Хотя соединить с спутниками нет. Я считаю, что здесь должны быть просто 2 черточки км в час. То есть он типа не может определить скорость, потому что нет соединить с спутником. Ладно, бог с ним. Перейдем к видео, как он снимает видео. Видео меня вообще не порадовало. Видео снимаю так отвратительно, что утром, что днем, что вечером. Номера не распознать. Картинка мыльная. Это просто какой-то трэш. Давайте я вам покажу пример видео. Сейчас утро. 8.43. Справа стоят автомобили. Номера здесь вообще никак не видеть. Не стоит даже приближать. Вот автомобиль поворачивает ко мне навстречу. Я стою. Тоже не видно номеров. Давайте попробуем разглядеть номер попутного направления автомобиля. Вот справа он нам не навстречу едет. Как вам? Хорошо номер видно? Вернемся назад и посмотрим номер на газели. Вроде как там получше качество. Хотя нет, я ошибся. Номер чистый, но его прочитать невозможно. По поводу ночной съемки. Здесь в принципе так все понятно. Вроде картинка красивая, но номера здесь естественно конечно же. Мы тоже не распознаем. Можно увидеть только куда кто едет, откуда выезжает, куда въезжает. Еще хочу уделить особенности датчика движения, который там есть. То есть если мы зайдем сюда на кнопку. На запись. Как долго он пишет. И здесь есть, можно выбрать датчик движения. Это типа, знаете, он сохранит место на карте памяти. То есть вы стоите на машине, на автомобиле. У вас нет никакого движения. И он останавливает. Запись должен останавливать, чтобы экономить место. Я провел эксперимент. Поставил датчик движения высокую чувствительность. И когда проходят люди возле автомобиля. Даже я выходил. Он не сработал. Как только проехал автомобиль, сработал. Бог с ним. Здесь что хорошо, что есть предзапись. То есть как только сработка появилась. И как только сработка появилась. Он начал записывать. Он записывает еще 3 секунды до этого. То есть если будет ехать автомобиль и вас врежется. То у вас будет запись за 3 секунды до того, как он врезался. То есть это хорошо. Но вот следующее, что вы увидите. Когда он пишет по 20 секунд. Это не очень хорошо, когда датчик движения включен. Давайте посмотрим эти кадры. Датчик движения даже на максимальной чувствительности не срабатывает. Когда вы даже видите, идет человек. Очень контрастный такой объект проходит на фоне белого. Сейчас поехала машина. У нас сработал датчик движения. То есть на более крупные объекты сработка идет. Может быть это и хорошо. Хорошо это тем, что если вдруг у вас врежется машина. Вы стоите на парковке. То данная компа записывает 3 секунды, что было перед этим. То есть подстраховочка есть. Пойду я из машины выйду проверим. Контрольная проверка. Но на самом деле не стоит пользоваться датчиком движения не по этой причине. А по другой причине, о которой я вам сейчас покажу дальше. Основная причина, по которой я не рекомендую включать датчик движения. Это то, что во время движения у нас на дисплее пишется запись остановлена. Хотя в движении в кадре есть. Но если приглядеться, значок записи горит. Что же на самом деле происходит? А происходит то, что каждые 20 секунд у нас загорается на дисплее запись остановлена. И в этот же момент начинается новая запись. И у нас получаются файлы длиной по 20 секунд в папке паркинг. А в папке, где должны лежать основные записи, там этих записей не будет. Я поначалу испугался, что их нет у вас на записи. Потом видел в папке паркинг. Начал заниматься исследованием, что как происходит. И вот рассказал вам, как есть. Так что не включайте датчик движения. Пользуйтесь с выключенным датчиком движения. Так, ну и еще здесь есть плюшка о том, что здесь есть Wi-Fi встроенный. При помощи этого Wi-Fi вы можете настроить комбо-устройство. Правда, по поводу настроек там их процентов, наверное, 10 максимум, что можно настроить. Остальные настройки необходимо заходить сюда в меню и отсюда настраивать. То есть вот этих всех настроек там нету. И также, если вы зайдете в настройки радар-детектора, вот этих тоже всех настроек нету через приложение Wi-Fi. Я не вижу смысла вообще в этом приложении. Только что базу камер установите, прошивку обновите. Все, ну прошивка здесь вот, она уже года полтора не обновлялась. Сейчас вам покажу, какая на данный момент видео, какая здесь прошивка. Это прошивка от 29 октября 2021 года. Вот. А базу камер я обновил. То, что обновляется, это хорошо. Хорошо, что есть на весь экран циферки. Можно смотреть, когда скорость наблюдать. Больше здесь ничего хорошего я не вижу за 15 тысяч рублей. Вот если добавить еще 2000 рублей, можно купить комбо-устройство от Neolano 9100X с рупорной антенной. С офигенно классными оповещениями. С хорошей детекцией. Я это говорю не из-за того, что некоторые могут подумать, что мне фирма iBox не нравится. Вы мне дайте хорошее, нормальное устройство, чтобы оно мне понравилось. Я расскажу о нем. Но я вижу, что оно не отвечает тем параметрам, которые есть у других радар-детекторов. Я же прекрасно вижу, как оно работает. Ребята, на этом у меня все. Пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok